Всем привет! И сегодня на канале В Стране Чудес я буду пробовать красные бананы. И обязательно вам расскажу, какие они на вкус. Буквально сегодня ночью у меня был прямой эфир, где мы немножечко затронули тему бананов и разных сортов. И кто-то из девчонок сказал, что у нас в магазине продаются красные бананы. Я сказала, что я таких никогда не видела. И о чудо! Сегодня мы приезжаем в Семейный Магнит, и там лежат красные бананы. Я подозреваю, что они еще не совсем зрелые, потому что вот здесь вот видите зелененькие. Но тем не менее, я считаю, что я выбрала такие самые-самые. Там были еще зеленее. Сейчас отведаем эти вот красные бананы. То есть это не чудо чудное, это действительно красные бананы. Они по размеру меньше, чем обычные бананы, к которым мы привыкли. Вот, пожалуйста, уже не такие уж они и зеленые. Ну да, более мягкие такие. Уже даже это чувствуется. Они уже гнилые. Они уже не зеленые, они уже гнилые. Так, ну, вот как-то так. Ой, фу, ой, фу. Вот смотрите, можете нарваться на такое же. Показываю все как есть. Буду отрезать вот это вот ножом и пробовать вот то, что не коричневое. То, что не коричневое, вот это вот на цвет, на вкус, как обычные бананы. Ничего необычного. Ну, вот это я точно пробовать не буду. Это уже полетит в помойное ведро. Стоимость этих бананов 129 рублей. То есть это в два раза дороже обычных бананов. Так, ну что. Попробовать еще вот от этой веточки бананчик оторвать. Так что ничего особо супер-пупер экзотического в этих бананах нет. Они, наверное, все такие. Ну, в общем, прочитала в интернете, что они портятся гораздо быстрее, чем обычные бананы. То есть, видите, они еще, может быть, не совсем созрели, а уже начинают портиться. Ну, да, они такие более мягкие. На вкус, ну, я бы даже сказала, ничуть не лучше обычных желтых. То есть, даже нет смысла их покупать. Может быть, там, где они растут на родине, есть смысл их покупать. То, что приходят к нам, присылают. Я даже не порекомендую. То есть, нам высылают еще зеленые. Они до половины не успевают дозревать. И уже начинают портиться. То есть, как написано в интернете, красные бананы надо кушать сразу, как только их сорвали с ветки. Ну, действительно, желательно сразу спелыми, а не такими вот уже гнилыми. Показала все как есть. Выбор за вами, как обычно. Сами думайте, решайте, стоит ли смысл покупать такие бананы. Есть, конечно, смысл рискнуть попробовать. Все такие с новогодними этикетками. 2021 год. Но я бы не стала рекомендовать покупать эти бананы. Лучше купите вот такие малепусенькие бананчики. Они и то вкуснее и интереснее на вкус, чем вот эти. Собственно, а на этом сегодня все. Больше мне вам рассказать пока что про красные бананы нечего. Как обычно, всем желаю всего хорошего, мира и добра. И пока-пока.